Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И как только она пропадает Собственно пропадает И музыка какая-то Шесть, семь, восемь, девять Бом-бом-бом-бом-бом Боюсь, мне в голову больше, чем от веревочкой Хотя вообще нет, можно завязать Хватает тебе? Ну так, ставлю Улетали, тали ли я? Нагадали, дали ли я? Обещали, щали ли и? Прозевали, бали ли я? То ли дело, стыли ли и? Или выли, выли ли и? Уходили, делили я? Пролетали мимо меня А над нами звезды горят А под нами птицы парят Балик А над нами звезды горят А под нами птицы парят А что ты это сам? Ты уже играешь На четыре четверти Спускаем по Нет Зачем? Еще раз Ну чего? Начинать рифты Кто бы играть? Ты играешь дальше Мы до берем и все Ты что, на репетиции Мы всю дорогу играли До, минор Все Улетали, тали А куда вот Почему вот только что играли Медленней Вот только что играли Мы только что играли Медленней А над нами звезды горят А под нами птицы парят Бобсон Ты опаздываешь себе Там четыре четверти То есть Нет Нет Витек, погоди Раз Два Три Четыре А ты играешь Почему-то больше Да что такое? Почему промахиваешь? Я теперь, да? Выпевалец ночи и дня Выпевалец мимо меня Не, я так вообще не спою Все, пойду Стоп, стоп Все Мертвенько Мертвенько Вы обратили внимание, да? Что вы вдвоем перестали играть под метрономом Даже когда вообще никто вам не мешал Такой игры, как вот сейчас Можем в принципе сыграть один такт И размножить Понимаешь? Ну то есть понятно, да? Что играть, если ничего не играть? На самом деле Ладно, давай, давай перевернемся Пусть Мерси направлен Папа Вот Меня ребята спрашивают Где твой папа что? Он говорит Там черный горит В основном Ни на чем А как же он музыка? Он говорит Я не знаю Я Петь, в общем-то, по большому счету не умею Голоса у меня вообще-то нет Слуха нет Стихи, я не знаю Пишу, конечно Но я не знаю Не Пушкин Ну у меня все нормально Давайте писать Что еще? В театр тоже не спуктуновские Кино не Олег дали И так далее И так далее, и так далее Можно перечислить, да? Но почему-то Но почему-то меня приглашают Или из-за лица Или из-за взгляда Или кто-то мне сказал Что у меня вот лицо такое Так сказать Ну Просто для кино Я вообще, когда смотрю кадры Давние-давние-давние Ну, слеза не пробивает, конечно Но Ну, молодость есть молодость Каждый бы захотел вернуть себе 15-20 и больше лет С точки зрения вот так Наивный, глупый Не то, что смешной Ну, такой Чутик Я не помню, как я пился на сцене Ну, удаленче спросить Я как-то вертелся вот Около сцены все-таки Меня как-то натянуло И Левна говорит Иди, потряси Крикни и так далее Ну, и он когда все это Увидел безобразие Он так Милый Никуда ты не ходи А я тусовщик Сайгун, мельт Климат и так далее И вот как-то я иду Думаю, значит Вижу Миллер А я уже знал Кейра Вот надо нам Концепцию Декорации Гринт И так далее Вот он влился в это дело И потом потихонечку стали приходить люди различные. Мне очень не нравилось всегда название коллектива. И когда Борис один раз написал, там пальцем на стекле, написал аукцион. Написал через июнь. А потом это все пошло как слышится, так и пишется. То есть мешать это не очень страшно, но меняют все в корне. То есть появилась неправильность как правило. Субтитры создавал DimaTorzok Потом аукцион не пошел за популярностью, что хорошо в таком самом вульгарном понимании, когда начинается звездизм, вот это вот все, и работа на публику. Значит, соответственно, мы будем вам играть то, что вы хотите, за деньги. И вот этот цинизм и звездизм. А Леньке как-то Федорову все это не прицепилось, потому что для него это не очень важно. Звезда он или не звезда. И очень важно ему свое состояние, свои какие-то личностные истории, и, собственно, которые движут группы аукционов. Это вот правда личности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Получается, что это настолько по правде, что тоже фантастично для нашего времени. Насколько было рок-групп, ведь не было ни одной такой вот честной и правильной с точки зрения того, что они никак перед публикой не взаимодействовали. Они дают свою музыку. Если вам нравится наша музыка, то, как и слава богу, не ходите на наши концерты, ничего не произойдет, музыка никуда не денется, потому что важнее всего все-таки играть свою музыку. Вот этот момент очень важен. Честно говоря, мне в какой-то момент стало вообще все равно, как реагирует публика. То есть, если концерт хороший для меня, для нас, скажем, то мне все равно как реагирует. Конечно, паятнее тогда, и публике нравится. Но у нас была большая школа. Игры и на всяких залах, да и на пустых. Как-то мы научились получать удовольствие сами, прежде всего. Ну, когда получается опять. Игры и на пустых. Сейчас это просто такая хорошая компания старых проверенных товарищей. В аукцион люди приходили не по причине того, что вот нужно, чтобы в коллективе были такие-таки инструменты. А это все происходило на основе вот просто личных контактов. Как бы вот есть некое племя, пришел чужой. Его либо принимают, либо нет. Началось все с записи диска «Девушки поют» с нью-йоркскими музыкантами. Казалось, что это возможно. Мы провели там неделю в студии, играли, слушали. Ну, как-то более-менее стало понятно, что в этом случае можно играть. Раньше я даже и подумать не мог. В силу почти снабийского отношения к руку. Я считал, что есть более важные вещи, которым можно уделять больше времени. А тут что-то такое несерьезное. Я с Федором год прожил в одной квартире. И я видел, как он там записывал «Зимы не будет». Благодаря Волкову записать песню стало просто намного легче. Это как вот наш апгрейд совершил, и у тебя компьютер полетел. Ну, вот Волков такой апгрейд. Алло. Ау. Угу. Вот я пока занят. Тут что-то вот мы с камерой сидим. А ты где? Хорошо. Ну, давай пока. Кстати, насчет телефонного звонка. А вот у тебя поклонниц же масса, да? Не знаю. Что поклонниц? Поклонниц девушек? Ну, не знаю. А им что больше нравится? Музыка твоя? Я не знаю, что им нравится. Каким-то поклонницам. Каким-то. Музыканту легче познакомиться с девушкой? Чем кому? Чем футболисту? Нет. Футболисту легче. Знакомец с Володей. Такой погруженности ни у кого больше не видел тогда, на тот момент. Он мне просто показал, что вся вот эта история с композиторством на самом деле действительно ничего не стоит, потому что количество партий, в принципе, безгранили. Ну, то есть, неважно, ты есть желание играть, играешь, все. Уже в раннем детстве, неважно, ты есть блестящая способность. Ну, прям первые концерты, моя роль была не очень понятная. То есть, я не сразу понял, что моя линия, она, в основном, осьмычковая, это верх. Хотя, понял ты почти сразу. Ну, не сразу. То есть, низ очень такой плотный, тонень какая-то. На этот компьютер-то принесли, на видео пока нет. О, да. Зачем я играть-то, я не понимаю. Нет. Дима, а можно попробовать виброфон вот на те микрофоны? А, пусть, давай, именно. Будут они ловить? Дима, а можно попробовать виброфон. И, си сорок, и си сорок, Только в небе не веришь, а не бес спрашивают, И только вastian, веса на саниях. Все спешит в их голове, и тепло, и светло. Только небо, 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 небо. Витка, как включите? Чикинг Альфредо. Ну, это такой классический салют Альфредо. Вот такое чувство, знаешь, уезжаешь на гастроли, сразу ходишь домой. Приезжаешь домой, тоже сразу ходишь на гастроли. Такая ситуация бывает. Не понимаю почему. О, уже чувствуется запах пошел. Просто с функционом еще у меня такая фигня, что очень время пролетело быстро. Как-то вот оно тянулось, я помню, для себя как бы по цели такие ставил в жизни, знаешь. Ну что сейчас, ну, пойду в армию. Наверняка ведь пойду, понимаешь. Куда деваться-то? Я же не учусь, ничего не учился, нигде никаких капиталов, ничего нет. Обычно бездельник, там, включающий на барабанах. Потом думал, надо с армией прийти, обязательно жениться. Такой, знаешь, настрой был. Женился буквально через месяц, там, он. Ну, теперь, думаю, ребенка же надо. А потом уже тут раз, и уже дедушка. Ну, а тут иногда, не всего там, что-что-что, горит японский городовой. Макароны чуть не сгорели. Да. Кидор. Кидор, ты не ревнуешь случайно? Знаешь, абсолютно. Когда выпадают редкие минуты, такое счастье, первый раз за всем ожирим. Я очень даже рада. Ну, все, господа. Ну, что, готово? Да? Вау. Варенье, где? На припадите. Готово? Да. Ну, какая-то, они уже подчастливы, но есть быстрее. Кто белый набор? Ты белый, кто? Эй, пой. Бабе-хаке, бабе-хаке, блабе-хаке, блабе-хаке. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Хорошо? Я так понимаю нужно ехать пить кофе Да хватит уже крупных планов И тюрьма-затворница И звезда медведица И сушка-курица И маяк-убийца Как смешно и грустно Скоро будет пусто! Пусто! Скоро будет пусто! Скоро будет пусто! Здравствуй, здравствуй, пистуяствуй Идиш, мидиш, новый день Трутил, метил, чистый светил Дудень, дудень, дудень Дудень, дудень Здравствуй, здравствуй, пистуяствуй Щай, прощай и снова здравствуй Чистый день и день ненастный Дудень, дудень, дудень Не надо играть перед этой самым, выучивать партии. Лучше вот забыть про них. Ну, еще ладно. Его надо просто отпустить. Как это сделать? Я не знаю. Как же я могу тебе сказать? Не, ну, может, скажешь что-то? Просто, чтобы дыхание было и ровно одновременно. Потому что если дыхание, все валится. Если нет дыхания, то получается марш какой-то. Самый кончил. Слушай, Олежек, еще. Скоро будет пусто, вообще непонятно, что ты кричишь. То есть, это просто... О, ебану! Хорошо. Да, да. Хорошо. То есть, скоро будет пусто. Скоро будет пусто, а то есть, такое вынесло. Как, как, как? Карендаши, карендаши. Станфинал, да. Здравствуй, здравствуй, пестуяствуй. Чай, прощай, и снова здравствуй. Честный день, и день ненастный. Так. Дуче, 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 дуче. День не все равно. Дуче, дуче, дуче. Витек, ты вот на этом месте играешь, ну, не знаю, раз в пять слабее. У тебя, получается, еле вот, вот, вот ноту ты взял только что, в два раза громче. Я просто, что, Витя, Витя, а зачем тебе перегружать партию? Игра, там не нужны эти триоли, Ленька все равно их играют. Игра просто четверть спокойная, и все будет хорошо. Или теперь вообще зависает. Просто мы в разных пульсациях все играем, и из-за этого у нас получается весело. А! А, Коль, еще один арку подито. Это у меня, скажем, после дубля сил пребывает, Коль. Так, ну вот, придушил сильно уже. Уже сильно меня придушили. Коль, а у вас же нужна гитарка вообще, а? Коль, а у вас есть гитарка. Понимаешь, на самом деле, Галькуша, он же начинает надрываться, понимаешь? А там я хочу, чтобы он, наоборот, все успокоил. Вообще, какой-то минимум, понимаешь? Иногда-то просто только расслабление абсолютное. Тогда это ми войдет, просто вообще вкатится. А она, получается, э-э-э, а потом ми такое-э-э-э, такое же. Нету его, понимаешь? Витёк, сам Витёк. Купил? Мулачка. Да-да-да, иди пей, скорее. Пей, 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 пей. Пей, пей, пей. Пей, пей, пей. Пей, пей. Пей, пей. Пей, пей. Пей, пей. Пей, пей. Посмотрел у себя книжки. Точная дата 22 августа 83-го года. И мы эту песню, еще там другие стихи, и другие песни мы... на квартире мне записывались на ноготофон, на катушечный. Он на гитарке пел, а я еще на дурочке звистел. А потом, в последние годы, он хотел сделать песню, но что-то вот не хватало. Ну, одесский сочинил некие строчки, типа стихов. Вот, ставилось, вот и все. Давай, ага. Пей, пей, пей. Караныши, ебанышки! Войну! Девушки отдыхают. И все, вот этот даже упаснивдав не будет, ничего не будет. Хватит? Так, нам. Сейчас, туда. Вот мы сейчас туда пойдем. Чуть-чуть пройдем. Вот этот Кнопов, вот он до сих пор функционер, называется Ленинградз. Сейчас табличка будет даже. Вот табличка. И хорошо бы здесь еще табличку, да? Здесь начинала группа Аукцион. Вот эта арка, помнишь фотографии? Сейчас группа Аукцион может ответить на возникшие вопросы. У меня просьба. Прежде чем Олег почитает стихи, расскажите немножечко о группе, поскольку здесь не все вас знают. Кратко, очень кратко. Ну, я думаю, есть смысл предоставить слово нашему руководителю, Лене Федорову, пожалуйста. А конкретно что сказать? То есть это вообще длинный... Ну, ладно. Ну, встретились мы, конечно, естественно, все случайно. Внезапно, в течение двух недель мы собрались, нашли место, где репетируют, нашли людей, нашли музыкантов, аппаратуру. Ну, все, как в сказке. Две недели. Полтора года с Олегом ходили, но ничего не нашли. А за две недели все, нашли сразу. И репертуар тоже. Ну, вот. А как мы музыку такую начали играть? Ну, в общем, мы как хотели, так играли. Как могли, так тоже играли. Не лучше, не хуже. По началу там, или, скажем, какой-то там период, да, мне казалось, мы должны там как-то все что-то улучшать, улучшать. А на самом деле улучшать-то нечего было, да? Я бы назвал так, что мы не занимались музыкой. Более того, как только мы пытались заниматься музыкой, мы сразу стали себя убивать, собственно. В тот момент, когда я это понял, и появилась на самом деле настоящая какая-то музыка. После того, как перестало давлять какое-то самосовершенство, обвязалось. И, видимо, какая-то музыка, если она нужна, то найдет нас, а нет, так и, собственно. Я не знаю, как и, видимо, так и, видимо, как и, видимо, с этим музыкой. Я сегодня вышел, ходил и падал, ходил и падал. Я лежал и плакал о том, что мне ничего не надо. Я бежал и думал о том, что плохо бежать по краю. Только то я радую то, что я ничего не знаю. Я устал, устал, устал. Я бежал и лечил домой, там, где ты была со мной. За окном светало и темнело, и светлело. То и дело падало, что-то падало, то и дело. Я закрыл окно, и вокруг меня ничего не стало. Только солнце полыло, и звенело, и дрожало. О, никого напротив меня на плути. О, только солнце против меня на плути. О, я грыжу в огонь, он горит и светит. О, я бежу, боюсь, кто меня заметит. Через годы, годы, через годы, через годы, через беды. Еду, беду, беду. Через беды, беды, через годы, через годы. Девушки отдыхают, кстати. Возвращаясь. Отлично. Идем его в голове, да, и дня из газета. Возвращаясь. Это мое плачное слово, когда он мне кажется, Что-то не все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok о чем это получится, как это получится и что, поэтому мне трудно объяснить. А настроение, оно есть как бы в музыке, и если есть какая-то печаль, тоска, или, в общем-то, достаточно светлая, потому что всегда есть какая-то надежда или еще что-то. Мы стараемся не бояться простых слов, потому что, на самом деле, не очень много слов, за которыми стоят такие древние образы, которые там уже всеми избиты, переизбиты, сколько раз использовались, и хуже это не становится, потому что, когда ты говоришь, какие-то, не знаю, там, вода, огонь, там, смерть, любовь, жажда, там все, за этим стоят какие-то простые, конкретные, понятные вещи, которые каждого за что-то свое трогают. Пусть печаль моя, грусть печаль моя, Где-то пыль моя, где-то даль моя, Все успел бы я, что успел бы я, Все печаль моя, грусть печаль моя, Моя твоя. Первые музыкальные опыты аукциона – это хорошо просто зарифмовать. Вторые – это, типа, там, попытаться донести какую-то мысль, ну, что, собственно, как бы тоже немного ума надо. Третье – это уже пытаться внести какую-то эмоцию, то есть это уже становится важнее, и уже, если у тебя есть какая-то сильная эмоция, уже можно абсолютно спокойно избавляться от смысла вообще, от любого. А если удается еще затронуть такую вещь, как энергия, не драйв, который в музыке, а есть какая-то энергия в слове. Если удается добиться в сочетании с музыкой вот такого состояния, то можно как бы вообще по барабану, что это о чем и как. Аукциона очень много грустных песен, даже страшных. Но при этом всегда есть потрясающая какая-то непосредственность, какая-то такая детская, которая не превращает это в ужас такой, инфернальные кошмары, то есть это всегда светло. И вот это их главное достижение, мне кажется. Это не мое именно, а это вот именно группа, как собрание данных людей. Да, песни такие очень жесткие, такие мрачные, но все равно они исполняются, и все равно человек, так сказать, не вешается и там, и не топится, и так далее. Ну, как бы они вот одновременно такие, и... С тоном, звоном на плечах моих затих цветах, Безбрежный полдень, пламень труден день, Белеет камень стебель нежный. Ждет меня, ждет меня вдали, Жжет меня, ожидает ли... Ветер зайдай, в камень дайлай, Шолом на тропу, с краю на край, Сосли бум-бум по домам, по дворам, Эх, бум-бум, кто там? Песню твою ветры поют, Летню огонь воры замут, Шепотом дум по полям, по лесам, Эх, бум-бум, кто там? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 в гостях там в Гамбурге. Мне очень понравилось, потому что низкий звук, дерево очень понравилось. То есть я хочу сделать даже не басовое, а контрабасовое маримбо. Очень низкие звуки. И чем больше выбираешь дерево из средней части, тем ниже звучит досточка. Вся красота, она пока что плохо слышно. Это волшебный инструмент. Более того, есть даже несколько человек, которые лечат какие-то заболевания с помощью подобных инструментов. У тебя в планах включения кого-нибудь из аукциона нет? Участников аукциона трудно лечить, потому что каждый из них убежден, что он здоров. Тем более это ближний круг нехорошо. Должна быть дистанция между целителем и исцеляемым. Некая ступенька. А тут как бы мы все равны, мы все друг друга хорошо знаем, поэтому... Ну любое целительство, оно напрямую связано с трюками, с фокусами. Я не скажу с обманом, это, наверное, неверно, но все равно исцеляемого нужно ввести в заблуждение. Я с Николаем Мельчем просто играл раньше до этого всяких реджазовых проектов. Он мне позвал на запись «Женца вершины» еще. Никто не искал специальную тумбу. Просто вот так срослось. Вот и все. Раз. Двадц. Трис. Четыре. А качки-то? Слушай, ну я могу еще больше, но мне не надо уже. Нет. Нет, мне просто сейчас играть, понимаешь, где делать? Еще вот эти автобусные поездки, они дали какой-то вот такой момент, что у каждого участника группы, по отношению к другому участнику группы, существует совершенно это особенное отношение. То есть так как А относится к Б, так Д не может относиться к С и Х к Игорьку. А потом ты, потом Азерский, Волик, Вовка. Потом… А я зачем-то… Ну погоди, ну слушай, все. Я вверх. Я вверх не поднимаю. Я почему-то? Кто-то главный-то имел. Кто-то ei-мелый. Опять, не сбивай. Галькуша, Вовочка, Колик, Дим Козенский, потом Полотной, потом я, потом Девтёкова, но вы не играете вообще. Я пошёл! КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Внутри енота жуть и мрак, Внутри бутылки пустота, Внутри собаки пустота, Внутри коровы жуть и мрак, Внутри собаки, внутри собаки, Внутри собаки жуть и мрак. Я поздний алкашник, то есть первый раз я так сильно выпил, так можно выразиться, так напился, да. Это мне было лет 19-20. Как такового алкоголизма, запойного тогда еще не было. Коллектив уже стал более-менее ездить. С этих моментов и началось пристрастие такое алкогольное. С 90-го по 96-й год такая алкоголизация сильная очень, и каждодневная. Олег, а в день сколько там могу выпить? В день? Ну, мы только 2-3 водки почему-то. Один. Ну, это нечестно, не сразу вот так, а поспал, поспал. Доза какая она обычно, 100 грамм примерно? Ну, вот считай. Литрушку убирал-то вся, праведника. Здесь есть невыносливости. Алкаши, они вообще, это, определенная порода людей, они очень хитрые на самом деле, и знают, чего как и куда, чего как, и вот, и поэтому с большими обидцами, годом, горды. Был даже момент такой, в какой-то компании, там люди запрятали куда-то алкоголь. Говорю, сейчас. А я уже чутьем чую, где чего. То я им через там какое-то количество времени нашел эту бутылочку. Говорю, вот она, родная. Все это профессионал до фуа. Внутри собаки жуть и мрак. Внутри енота жуть и мрак. Внутри бутылки пустота. Внутри затылка пустота. Внутри коровы жуть и мрак. Внутри коровы жуть и мрак. Внутри собаки. Внутри собаки. Внутри собаки жуть и мрак. Ну, гулявный я мог написать просто на ковер дома. Вот это называется белая галечка. То есть нормальный человек не встаёт же, не встаёт же на ковер, правильно? А когда невменяемый я думаю, что это туалет, писаю на ковер, да, вот это не очень приятно. Или покойного Пашу Литвинова в автобусе, я как бы, как мне Витя Бондарик всё время припоминаю, больше ничего у моего не хватает припомнить, да. Я ему объясняю, что это белочка, что это больной человек был, это не я. Это дьявол, демон, ад и так далее. Он не понимает, Витя. Я душил Павлика, просто подошёл тоже с просоем, не стал его душить, фиг знает зачем. Но, слава богу, я никого не убил. Олег, ты в курсе, что ты свой чемоданчик в гримёрке оставил? Пропали уши, у меня зребело дня. И стала я грустной, как индюкуль, как сова. Потом пропал мой нос и брюки, и улетели в небо руки. Исчез мой рот и позвонок, и стало как-то невдомёк, что попадает всё, что было, все члены, как спекает мы. Потом ушли мои глаза, один туда, другой сюда. И набежавшая слеза шепнула, надо же, беда, нет больше сил, нет больше веры, ведь надо знать немного меры. А член мой сладкий, как дитя, сказал на память, вот и свинья. Я за 20 лет, а сколько-то творчества, ни разу его не забывал, даже по пьяни. И тут случилась оказия, представляете? Ужас какой. Я осознал, не осознал, то есть я сделал первый шаг. В программе «Анонимные алкоголики» признал бессилие перед собой. И надо сдаваться, короче говоря, сдаваться, в смысле бросать это занятие. Так прошёл год, потом два, теперь уже 16. Ну, опять же, у нас в программе два дня рождения. И, как ни странно, цифра 23 меня сопутствует всю жизнь. Это, соответственно, 23 февраля я родился, и 23 июля я завязал. Вот это три дерева, понимаете, я рассказывал о том, что деревья ещё сажают. Да, я посадил несколько лет назад рябинка, крём, ещё вот рябинка. Открываем волшебный сундучок, чемоданчик. Немецкий, старинный. Возможно, какой-нибудь фашист садился на бухгалтерию. Бубны. Вот этот совсем уже распоясался, но он уже совсем такой уж древненький. Бубин-запаска. Маракас сделан из пивной банки, очень удобно. Просто, там, на таможне, как правило, костю открыть, на углу, видишь, видать, там нормальные вещи. Кабаса. Такая штучка. Такая. Крутая вещь. Вот эта штука, жутко хитрая, то ли босманская такая фигня, самых нужных моментов, когда нужно в неё дунуть, она не дудит. Сейчас посмотрим. Не дудит. Не дудит. А бывает дудит. Так, ну, вроде, такой для охотников. Ну, всякое, в общем. Я помню, когда мне было 25 лет, я подумал, какой я старый. Вот 25 лет мне исполнилось. А что же говорить, когда мне сейчас 47, да, что будет, если через три года будет 50. Все равно внутрях, словно, есть 14-летний пацан, который все равно куражится, все равно он будет куражиться. Вы его никуда не вытащишь или не денешь, он все равно будет 14 лет всегда. Вот я такой. Спасибо, родные. Спасибо, благодаря вам. Я живой, здоровый и красивый сын у меня. Здравляем с папой. Ну, выше тебя уже, сын-то. Да-да. Можно? Давай, давай, давай. Егор, дорогой, извини, родной. Да ничего, ничего. Ты просил здоровья? Легче, молодости, или... Это здоровье. Здоровье, да? Мужчинка, спасибо тебе, родной. Спасибо, спасибо. Это здоровье. Спасибо. Врач, мой друг. У меня, когда... У меня несколько лет назад пошли камни. Я приехал за Москву, и тут как меня понесло, вот, этим камнями. Егорка вызвал скорую, и привезли меня в больничку. Я сижу так, видишь, офигевший. Подходит вот этот человек. А вы, случайно, не Горкоша? Я говорю, да. Он говорит, по мою душу. Вот. Сначала там трёхместная палатка. Говорит, может быть, вам отдельный номер? Я говорю, ну, если можно, давайте. Я как артист в отдельном номере живу. Потом в первый раз он не вышел, а второй раз он лёг, побрил всё хозяйство там внизу, пошёл с утра в туалет, ага, и у меня он выскочил. Ну, сделай вместо столетнего, столетника. Спасибо огромное вам за любовь, за ласку. О, молодцы. Спасибо, что пришли. Я Олег Горкоша, на всякий случай. Люди мечтают, грезят о сцене, да, там, поступают в институты, там, учатся там, что-то. Я же... Возможно, подспудно. Я мечтал, конечно, да, включая там Юрия Антонова, беря в руки спицы от вязания и по тарелкам, по алюминиям. Я еду к морю там. Возможно, да, себя артистом представляю. Ну, кто знал. Ну, появляется, допустим, начальный коллектив и перенести вот ту атмосферу коллектива, которая была через много-много лет и остаться вот таким же, это не так просто. Конечно же, физически мы были более... Не раскрепощенные, а, как сказать, ну, перлые. И сейчас прет, но немножко по-другому. То есть я бы сказал такую фразу по-взрослому, что ли. Ау! А-а-а! Развился потолк, потолк! Попал! Олег, как ты? Ну, я устал. Ну, я же это сам переживал, что всем понравилось, что всем было хорошо, что все были счастливы. И запутал, что самое главное. Извини, давай, это тебе. Да, спасибо. Это партия Дериана Грея, чтобы он стоял, а ты был всегда молодой. И красивый. Спасибо большое. Спасибо. Здоровья, пока. Спасибо большое. Так. Олег, а где? А где 14-летний мальчик? Димыч, пошел. Да не это самое... Какого? Ну, сосредоточиться. Заканчивай, потом снимешь. Димка, дай покурю, соберу вещи. Ага. Ага. Димка, дай покурю, соберу вещи. Не можно. Давай, давай. Мы тебя любим, давай. Давай. Мы тебя любим, давай. Русские. Ну, что сказать, что все это мало. Вот то, что мы их можно... Что мы еще можем, вот это самое главное. И без вас я не что. Днём рождения! Ура! Жаркость. Без пассажиры. Надо понять, ритм остается с нами или тоже начинает? Я бы остановил. Я бы остановил. Я бы остановил. Ну, у нас, мне кажется, неказистым будет. После того, после ровных вот этих вот вдруг у нас... но спотыкаться всегда интересно участвовать в чем-то таком спонтанно чтобы как-то немножко напрячь мозги и в ситуации где ты не знаешь что будет происходить искать какие-то такие ну для меня от мелодии и я уже соскучился по игре и в то же время в той музыке какая мне нравится здесь я свободен и я могу что-то выдумать черный квадрат мне кажется черный квадрат это мы в этом черном квадрате живем а вот за рамки этого черного квадрата это очень сложно и может быть кому-то и не хочется вообще шагнуть душ там неизведанные компания вот это вот тут как раз она и делает что-то не такое вот как все за это их и любят ну чё опять он не сделает ничего ну композитор ну композитор что здесь просто тема остальное послушаем мне нравится ну даже странно что мы это сыграем если честно странно что мы это сыграем окрыленное ну поэтому все уголки то не делали музыкант получит потому что нарвешь не подожди не подожди не подожди не подожди не подожди а он просто светлый а так они пол-литровые да они ну что тут ну что тут не хватает широты ритма ну что все законки ну что так недовольны черные записали вообще какие классные штуки написали ну ладно, а что мы же поедем ну сейчас мы что-то ну то есть у меня вот так будет стоять ну вот здесь будет стоять ну вот один стакан я так обо мне не будет больше как это я не говорю я не буду сказать не надо больше или больше не надо а и меньше то и меньше то и все решили реально я не буду больше верни мне жил-был бумажный человек он белый был как снег а рядом на пригорке жил песчаный человек он на дорожках оставлял песчаные следы а рядом с ним жил человек из ветра и воды тот не любил когда вокруг пыль бошки и жара но у него был странный друг из дыма от костра и он не выносил дождя имел десятки шляп их шил колючий человек он был из хвойных лап и так любил зеленый цвет а красный не любил а рядом с ним жил человек который все забыл он жил и думал почему вокруг сплошной обман и он не верил никому и жил как барабан а в двух шагах жил человек который много знал он был приятный человек но никогда не спал он чай любил всю ночь стучал стаканом по столу неудалеке жил человек похожий на юлу был дождь и град гроза была такая кутерьма и все твердили ну дела и прятались в дома и все смотрели сквозь стекло на дождь и пузыри и говорили повезло нам так тепло внутри и все легли пораньше спать под горы одеял а тот что так любил читать сидел и все читал и каждый был чему-то рад и каждый видел сны а в темноте ходил солдат из ночи и луны и и и и и и и Все попытки сделать из нас какой-то профессиональный коллектив, они, в общем, заканчивались плачевно. Чем пафоснее мероприятие, в котором мы участвуем, тем больше хуже мы обычно играем. А вот в концерте, типа, на плохом параде, в каком-то маленьком клубе, замечательно. Понятно, что настоящий профессиональный артист, наверное, должен выходить в любом состоянии на сцену, играть, чтобы никто не замечал. Я, собственно, особо не стараюсь. Мне это не важно, скажем так. Я не стремлюсь стать профессиональным артистом. Я хочу остаться вот так, как я буду, когда мы только начинаем. Такой драйв первозданности. Боб, Боб, не выходи раньше времени, пусть Боб. Боб, Боб, раньше времени, уходи, пусть полит сначала. Боб, не выходи раньше времени, пусть Бобе... Победы раньше времени, пусть Бобе... Попробуйте, пожалуйста. Победы раньше времени, пусть Бобе... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Моя звезда Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok